всем добрый день вы на канале prom.ua для бизнеса и сегодня мы говорим с николаем поленком одним из основателей prom.ua будем говорить про кризис будем говорить про вирусы про то как это влияет на электронную коммерцию в мире вообще и в украине в частности добрый день смотри китай достаточно быстро сказал о том что они уже победить победили эпидемию зимой такое не все началось строится все они уже закрывают больницы закрывает все по твоему мнению что в этой стране есть такого что позволяет им делать такие глобальные решения так быстро китай это наверно одна из самых технологических стран на данный момент в мире это во первых во вторых там возможности государства сильно превышают возможности государства других странах и это все сыграло пользу того что они быстро довольно сдержали распространение инфекции и но практически ее уже на данный момент победили минусом играла только большая плотность населения у нас население немножко ниже чем чем в китае но грубо говоря таких возможностей технологических отслеживать людей и таких возможностей организационных ограничивать права людей ни в одной стране мира наверное на данный момент не существует наверняка мы знаем о том как поменялся и коммерс в китае и как поменялось отношение людей которые в китае что-то заказывали товары для себя какие изменения тут пройдешь ну пока сложно говорить в принципе в китае коммерс и до этого занимал там больше двадцати пяти процентов от всего ритейла то есть китайцы привыкли покупать все в интернете там очень сильно развитая инфраструктура платежная логистическая marketplace интернет-магазины доставка еды это просто на порядок выше чем других других странах было развито но и в этот кризис эти отрасли еще больше выросли потому что онлайн по сути это было единственное место где можно было что-то что-то заказывать что-то делать коммуницировать и так далее мы знаем что очень сильно выросла доставка до дома потому что раньше люди многие забирали пунктах выдачи но там сильно выросла доставка до дома до двери чем они оставляют товары перед дверью звонят и убегают бесконтактная бесконтактная доставка потом мнение что будет дальше откатиться назад ну я не эпидемиолог и не вирусолог но на самом деле я чувствую некоторую тревогу лично сам сомнение что остальным странам удастся так же быстро и также организованно победить распространение этой эпидемии как это удалось китая потому что опять таки технологические организационные способности китая они превышают другие страны как это все-таки было бы это была 2 а страна это и остается 2 а страна с точки зрения технологий и насколько технологии уже проникли в мир идентификации людей управление они быстренько всем раздали там медицинский паспорт и трекали весь это там какая-то повышенная температура то тебе просто не мог просто выйти и потому что тебя быстренько спорят и это будет отслежено то есть там никто не не нарушал и нарушал правила карантин мы видим пока что у нас несколькими ограничения но эти ограничения соблюдаются только очень но они больше готовыми людьми они больше соблюдаются по моим таким оценкам чем не соблюдаются но все равно очень много чего не сам не соблюдается я правильно понимаю что ты считаешь что в штатах и в европе такой быстрый вариант как китай не пройдет да это больше на это самое страшное что возможно возможно он он не пройдем и не знаю как он реагирует на хорошую погоду и так далее это что распространение по любому в любом случае замене замедлиться но замедлится ли но в китае но не просто замедлились китая она просто прекратилась и возможно ли такое других странах с менее жестким соблюдением этих мер непонятно опять-таки сейчас мы видим что все борются с эпидемией через некоторое время много людей потеряют работу потеряют доход или доход ходила не работают правит какие-то отпуска без снизу поиски то с меньшим с меньшим заработком там и так далее и это родит еще некоторый социальный взрыв опять-таки просто будет недополучать налоги то есть но очень много вопросов возникает ближайшие несколько месяцев как мы будем жить не понятно что карантин 3 апреля скорее всего не закон не закончится его его как каком-то виде будут продлевать мало вероятно что то что то какие-то ограничения снимут но вот за карантина уже придет экономические придут экономические проблемы и проблем в том что не только это будут экономические проблемы в украине как это было там четырнадцатом году когда у нас там была война последний наш кризис мы его проживали там практически в одиночестве то есть кризис локально украине и там россии и так далее в других странах все было хорошо и поэтому как бы мы довольно быстро у него в основном начали экономика начал расти тут как бы идет речь о том что такие же меры как в украине принимаются огромном количестве стран и это все это будет какая-то цепная реакция которая эти страны начинает изолироваться происходит некоторая деглобализация и это может привести к большому большому кризису который выход из которого будет не таким простым как как прошлый наш кризис потому что наш кризис наш на если говорить в ключе электронной коммерции как ты считаешь будет развиваться будет падать будет на том же уровне в украине ну текущие меры карантины они позволяют электронной коммерции существовать понятно что вот на время этого кризиса люди начнут покупать больше онлайне но и мы сейчас видим что заказа немножко даже изначально увеличиваются понятно что это такое как бы переломный момент когда люди покупают какие-то вещи для гигиены для дезинфекции в общем вещи связанные с продукты вещи связанные с карантином и коронавирусом в будущем наверное потребление придет какой-то такой к сложно по первым дням судить потому что будущем явно через несколько там дней недель потребление поменяется и категории будут другие популярные чем чем они есть в эти несколько дней но пока мы видим что количество заказов немножко подрастает в электронной коммерции ну и мы ей понятно что если если бритейли возможность купить в офлайне это в офлайне возможность купить товары будет уменьшаться уменьшилась закрыли закрыли количество магазинов то электронная коммерция будет одним из немногих способов как дети товары можно будет достать и в принципе в этой отрасли какая-то жизнь какая-то жизнь будет но то что пугает это то что непонятно что будет с покупательской способностью населения какие товары они будут покупать возможно все перейдут чисто на режим выживания и покупку ну или все на больше большое количество людей придет на режим выживания покупку только там самого необходимого продукта питания в этом есть риски но будем мы еще наблюдаем ситуации принципе китай показал что люди электронная коммерция она сильно не сильно не не проседают и мы сейчас смотрим на на италию и в принципе там интернет магазины и маркетплейсы они находятся на том же уровне по по трафику они были до кризиса а италия опережает нас по там мерам и на несколько недель поэтому мы понимаем что принципе это на коммерция жизнь будет продолжаться возможно даже развиваться amazon в сша объявил о планах то что они должны будут набирать больше людей ну думаю что будет все все хорошо касательно промо выросли продажи только в тех категориях которые напрямую соотносятся с эпидемией или других категориях тоже есть какое-то колебание в этих категориях пока мы видим проседание то есть понятно что все с медициной связано с гигиеной антисептики это все выросло выросли товары для досуга такие какие категории да но товары которые можно отложить мы видим что по ним небольшое есть падение но мы там пока не критично но небольшой понятие то есть мы видим что перераспределяются категории но опять-таки реальная картина это это сейчас шоковая шоковая история потому что мы там еще там четыре-пять дней назад мы жили в одной в одной реальности сейчас мы живем в другой реальности не работает метро не работает там частично работает транспорт люди работают из дому многие закрылись рестораны закрылись все магазины кроме продуктовых ну то есть жизнь сильно поменялась и это безусловно влияет на пользовательское предпочтение то что они покупают в интернете но люди сейчас заняты тем как бы перестроить свою жизнь и они спрос которые сейчас он просто такой будет просто дальше он она будет другой чем есть сейчас на этом мы узнаем в течение дальше несколько недель смотри как только начинается какая-то такая возня как вот сейчас происходит со средствами масками антисептиками сразу же появляется большое количество мошенников или просто людей которые ну назовем их спекулянтами которые безумно завышают цену на эту продукцию что как пром делает этой категории граждан да но у нас тоже ситуация тоже мы динамично отслеживаем эту ситуацию первые меры которые мы приняли мы боролись с тем чтобы там не было хотя бы мошенничество то чтобы там бы продавали только компании которые очень-очень плотно следили за тем чтобы там не было не было мошенничество в этих категориях чтобы люди выполняли свои обязательства сейчас мы в принципе видим что цены растут и начиные начинаем бороться даже с спекуляцией то есть мы медицинских масках мы приняли решение оставить только эти компании которые занимались продажей медицинских масок до кризиса и не пускать компании которые это хотят на волне этого хайпа завести эти товары и продукт ну как бы раздуть цены и заработать на этом то есть мы мы сейчас чуть больше начинаем регулировать эти категории на и мы не одни в этом другие марки пласти тоже это делаю не только украине но и в мире все стараются чтобы в этих категориях было как бы как-то являться чтобы люди там чтобы людям то было безопасно спокойно покупать скажи пожалуйста на проме есть бесплатная доставка что с ней будет она пока продолжаться да мы в принципе работаем сейчас с джастином и в нем переводы с другими логистами и будем будем продолжать что вообще ждет ближайшее время логистику в украине ну если будет средняя пессимистичный сценарий то в принципе наверное логистика доставка украине будет наверно развиваться в объемах мы точно будет развиваться доставка до дома до двери к сожалению быстро ее тоже нельзя будет увеличить но сейчас такая такое время что очень сложно будет масштабировать спрос сейчас будет выше спрос на доставку и 2 сейчас выше чем чем есть предложение скажем так многие там многие продуктовые сети не могут обеспечить не могут обеспечивать доставку продуктов там и так далее ну потому что не хватает курьеров и вот но это отрасль будет 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 сильно сильно развиваться во что это выльется после кризиса возможно многие люди привыкнут покупать и появится инфраструктура для доставки товаров если какое-то продолжительное время привыкать что тебе это доставляет потому что казался что почему и так раньше не делал коль кроме того что в его есть пром в его есть еще ряд других проектов как там дела у других проектов что по-разному у нас дела в принципе что то что то немножко просела мы видим небольшое падение интереса к одежде есть сложности с домашние мастерами с услугами тоже тоже они немножко проседают но пока мы ничего такого как драматичного падения сильного сильного не видим надеемся что там кризис после кризиса все вернется на круги своя и опять-таки увидим через несколько недель реальную картину потому что сейчас это такое шоковое шоковое состояние выработать большое количество сотрудников как удалось перейти на удаленную работу по у нас в принципе 95 людей работают из дома во всех наших офисах офис открыт но здесь очень мало людей и с понедельника мы начали переходить на может от массового на удаленную работу до этого у нас удаленно работали только там люди которых мы помещали на такой которые возвращались из страны которых мы помещали на культ своеобразный карантин уже немножко тренировались тоже но после в понедельник уже мы понимаешь поняли пятницу мы приняли решение что понедельника нужно переходить на удаленную работу и в понедельник уже начали переводить наши все отделы на работу за несколько дней все в принципе все процессы настроены и сейчас все более-менее работает с какими трудностями столкнулись при переходе сотрудников на удаленный режим ром был ряд организационных вещей и понятно что у нас мы много используем облачных решений но все равно какие-то там доступ к внутренней сети но я когда-то этим пользуются несколько людей которые будут удаленно двое дело когда это сотни людей то в принципе были изначально какие-то проблемы с небольшие проблемы с внутренней инфраструктуры но они довольно быстро починили за несколько дней и сейчас все работает все работает в штатном штатном режиме без без особых там проблем ну безусловно как бы работать удаленно сложно сложнее чем работать в офисе сложнее себя там дисциплинировать но в принципе мы дали объяснили дали понимание нашим сотрудникам что это карантин это не отпуск это все-таки другой вид работы проводим регулярные регулярные стендапы видео связь очень сильно спасает люди видят друг друга поддерживают друг друга и пока мы какие-то проседания не видим в эффективности вот и взаимодействие какие-то новые вещи придумывать конечно сложнее но пока задача сохранить бизнес процесс скажи пожалуйста что поменялось или поменяется или не будет меняться для продавцов и покупателей в контексте поддержки ну потому что мы это был сервиса который был до этого мы будем его обеспечивать я не думаю что поменяется в плане заметно будет видно для продавцов или для покупателей мы будем продолжать обеспечивать тот уровень сервиса который мы обеспечивали до этого режима и скажи пожалуйста какой твой прогноз по и коммерсу на этот год давай такой самый положительный сценарий для украины самый отрицательный ну можно только в заказах говорить положительный это небольшой рост небольшой рост в заказах там процентов 30-40 связанный с тем что заказы будут перетекать в электронную коммерцию думаю что сейчас многие ритейлеры быстрее будут развивать дистанционную то есть вопрос только в наличии спроса да если будет спрос то и коммерс будет будет расти за счет того что оффлайн перетечет частично перетечет значительно перетечет в онлайн а вот ну из негативных негативных сценарий там можно рисовать какие угодно на самом деле сейчас ситуация настолько динамично развивается и настолько его сложно сложно предсказать что ну к сожалению негативные сценарии тоже возможны но тогда вообще будет плохо вот коль смотри пром начинался в 2008 году вы начинали раздать пром 2008 самый разгар кризиса потом был кризис 13 14 сейчас 20 года опять кризис что ты можешь совершены своего предпринимательского опыта посоветовать нашим предпринимателям как вести себя в кризис что делать и чего не делать в кризис самое важное это умение адаптироваться под существующие под существующего как бы реально да да мы начинали в кризис восьмого года мы начинали с того что мы позволили бизнесу присутствовать в онлайне проще чем это было до этого дешевле удобнее и принципе продолжаем это делать самое самое важное это адаптивность не делать каких-то стараться все-таки найти найти почему да найти какое-то какое-то решение они это сдаться и искать все кризис все плохо на всегда всегда существует решение возможности для ведения бизнеса и коммерс в принципе это растущие не сам быстро растущих сегментов в украине здесь эти возможности находить будет находить немножко немножко легче чем этих больше нужно искать эти возможности спасибо спасибо тебе за ответ и друзья вам большое спасибо что были с нами если у вас есть вопросы задавайте их в комментариях мойте руки не ведитесь на фейки не паникуйте используйте только официальную информацию от мост и будьте здоровы спасибо за просмотр! Продолжение следует...